Всем доброе утро! И сегодня серия передач в гостях у Алисы. И уже по традиции мы пригласили в студию замечательных парней. Шоу Хау Фаст Мэйк. И вместе с ними мы вам дадим 10 советов, как погладить одежду. И вот уже первый совет. Как выебаться головой гладильную доску, чтобы ничего не испортить. Костяк, что давай за камеру? Добро пожаловать на шоу Хау Фаст Мэйк. И сегодня мы вам дадим 10 охуительных советов, как погладить блядскую мать ее одежду. Первый совет. Советы вам нахуй не нужны. Думай головой. Никого не слушай. С блядью поведешься, назад не вернешься. Второй совет неуверен, не гладь. Вот эту культу я, пожалуй, поглажу. Сама по себе выпрямится. Как новая. Третий совет. Пользуйся утюгом по назначению. Помни, если этот неуравновешенный ублюдок сожрался, отпиздил твою мать и, схватившись за нож, пытается порезать твои ебало на ленты, смирись. В этом виноват только ты сам. Блядь. Четвертый совет. Читай, блядь, ярлыки. Некоторые вещи терпеть не могут утюга. Жопу, твой утюг не уперся. Не зли его. Пятый совет. Помогай, бляди на утюгу. Не может прогладить, налей воду. Да ты не жалей, а то вгрызло. Утюг тебе этого не простит. Седьмой совет. Не используй полотенца для глажки синтетики. Оно эффективно, если им вытирать или пить ебло. В других ситуациях это габано безболезное. Восьмой совет. Уярь глажку только на гладиной доске. Почему? На всех других местах сидят, жрут и ебутся. Утюгу это не нравится. Пятый совет. Запомни. Утюг для тебя, брат. Сват, мама дорогая. Относись к нему с уважением. Этот ебанат поможет тебе выглядеть непоследним улёбищным горном на улице. И наконец, десятый совет. Если по какой-либо причине этот маленький ничтожный хуесос перестал гладить и отказался выполнять свои обязанности. Развими его к хуям. Чтоб неповадно было пидарасу. Вот и всё. Мы дали вам 10 охуительных советов, как погладить мать его одежду. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.